Всем привет! В этом ролике я расскажу вам про новую по меркам эпохи империи не самую популярную цивилизацию, татары. Это и другие видео похожего плана будут содержать в себе 5 пунктов. Краткая информация о цивилизации, сильные и слабые стороны цивилизации, геймплей, как реализовать то, что имеем, основные билд-ордеры и эффективные комбо юнитов. Краткая информация о цивилизации. Вообще, что это за цивилизация такая? Татары? Это цивилизация с сильными конами, лучниками и неплохой кавалерий. Из необычного можно выделить уникального юнита Кэшика. Эти ребята генерируют золото за атаку вражеских юнитов, становясь таким образом очень выгодным экономическим юнитом. Но об этом поговорим дальше. Помимо них, выделить что-то сильно необычное или ультимативное, как например Мангудай у Монгола, конечно нельзя, что и делает цивилизацию не такой топовой и популярной, как остальные. За татар придется переигрывать на скеле и микро-моментах. Однако, не стоит расстраиваться, помимо всего этого, татары имеют уникальный бонус, который увеличивает наносимый ими урон с возвышенностей. Этот бонус хорошо сочетается с сильной макроигрой. Сильные и слабые стороны цивилизации Татары – сильная цивилизация на среднеоткрытых картах и имеют свое преимущество ровно в момент апа в каждую из эпох. При переходе в феодал – за счет экономического бонуса на овец, имеем больше халявной еды, чем оппонент. В замковой эпохе – за счет кольца, если играем лучниками. И в имперской, благодаря ранней парфянке, можно быстро принять какой-то важный файт или быстро получить полностью апгрейдженную армию, а также с какой-нибудь ключевой высоты можно расстрелять большую часть базы оппонента. Как я уже отмечал, у татар нет чего-то ультимативного, поэтому это довольно слабая цивилизация для камбэка, а также в дуэлях, когда золота на карте остается мало, потому что у татар нет второго апа на броню пехоте, из-за чего альбарды становятся довольно слабенькими, а это очень важный унит в позднем империале. Со слабостями разобрались, переходим к плану. Геймплей. Как реализовать то, что имеем. Татары имеют неплохой экономический бонус, который по своей сути увеличивает количество халявной еды для них. За счет этого нужно стараться исполнять билды с лучшими таймингами, чем у оппонента. Поэтому наша основная цель – иметь армию и переходить в следующие эпохи раньше, чем враг. Пик силы для нашей цивилизации настанет в ранних замках, когда наши лучники получат бесплатное кольцо. Это тот самый момент, когда нам нужно задавить своего оппонента. Помимо рейдов, это тот самый момент в игре, когда вам нужно определиться с планом на игру. Хотите ли вы играть агрессивно, и тогда нужно стараться занять ключевые высоты вокруг базы оппонента. Или же вы будете просто наращивать свою экономику. Тогда нужно грамотно расположиться армией на необходимых высотах и надежно укрепить другими способами оставшиеся позиции. Я советую чаще играть агрессивнее, потому что кроме автоматических апгрейдов на стрелковых юнитов, у вас практически не останется военных преимуществ. Основные билд-ордеры для цивилизации. Наиболее частая цель при игре за татар – сделать конных лучников в замковой эпохе. Именно на это я советую нацеливать наши билды. Конные лучники – одни из самых сложных юнитов по апгрейдам, потому что помимо апов в стрельбище, им также необходимы апы в конюшни на хп и апы на скорость передвижения. Поэтому начинать за татар я советую именно со скаутов, чтобы потом у нас была конюшня для тех апгрейдов, которые я озвучил до этого. Далее в идеале сделать 20-30 обычных лучников, чтобы в раннем замке максимально быстро реализовать кольцо. Так что я советую не халявить на супербыстрый ап в замке, а доделывать на первом этапе хоть какое-то количество лучников. Отлично подойдет игра через 8 скаутов с седлом, плюс выход на золото после 14 ферм с двумя стрельбищами. Хорошее продолжение нашего скаут-раша и, если получится нанести урон, не сильно отложит наш переход в замковую эпоху относительно соперника. В замках, если агрессия идет хорошо, я советую начинать с университета с баллистикой и осадки, а уже позже достраивать городские центры. Обращаю внимание, что если вы планируете заканчивать игру в замковой эпохе, то вам не нужно большое количество ферм. Старайтесь добывать больше золота, а также дерева соразмерно количеству ваших осадок и стрельбищ. Здесь геймплей чем-то напоминает гуннов. Достраиваем стрельбище, делаем ца, на форварде миксим тараны и анагры с 1-2 осадок, а позже уже доделываем каких-то коней против скирмов либо анагров. И здесь же нас опять ускоряет та самая конюшня, которую мы с вами построили в Феодале. Эффективный комбо юнитов Самая сильная комбинация наших юнитов это конные лучники, кешики и осадные тараны. Однако, далеко не во всех играх вам хватит золота и времени сделать такую армию. Поэтому его более упрощенный вариант это конные лучники, гусары, ну и тараны либо требучета в зависимости от ситуации. Против лучных циф у нас как раз есть отличный апгрейд в замке, уникальный, который увеличивает броню от стрел для гусары конных лучников, что позволяет нам эффективно воевать этими юнитами против цивилизаций вроде викинга или британца. Против конных циф не получится поиграть элебардами из-за отсутствия второй брони на пехоту. Поэтому советую добавлять конным лучникам именно верблюдов, на них кстати у нас имеются все апгрейды. Трудностей с выбором юнитов возникнуть не должно. Может возникнуть сложность игры против сильного пехотного юнита, вроде хорошего количества орлов, хусков или берсеркеров. Против всех этих циф нужно стараться играть агрессивно и не терять свою пачку конных лучников с замковой эпохи, постепенно достраивая к ним кэшиков, либо в более сложных ситуациях гусар. То есть здесь лучше не размениваться своей армией в крестьян, а обязательно сохранять приличную пачку конных лучников, чтобы можно было ей мигрить, контролить и вовремя можно было отстрелить энное количество алибардов в армии соперника. Если тебе понравился разбор, обязательно ставь лайк, чтобы я понимал, стоит ли в таком ключе разбирать другие цивилизации. А также пишите в комментариях, что можно добавить или изменить к следующему видео по вашему мнению. Большое спасибо за просмотр, удачи в играх!